Дорогие друзья, дорогие мои земляки, добрый вечер, салам алейкум. Мы по-прежнему находимся в Паку, в столице Азербайджана. И впервые, посетив Азербайджан, прогулявшись по улицам Старого Города, я не мог отсюда уехать, не посетив, не нанеся визит этой светлой и славной семье. Вы видите, рядом со мной находится просто звезда лезвенской поэзии, культуры, журналистики, и даже кинематографа Седагит Керимова и ее супруг Мбарис Халу. Я искренне рад вас приветствовать. Салам алейкум. И мы, вот до записи этого видео, мы проговорили, наверное, часа два о том, сколько проектов реализует Седагит Малем, сколько сил он тратит на то, чтобы поддерживать своими руками и своим сердцем сохранение родной культуры, родного языка в Азербайджане. Вот я узнал из нашей беседы, что скоро будет презентация очередного фильма. Седагит Малем, она готовит документальный фильм. Вы знаете, мы все наслаждаемся ее фильмами, потому что, например, не только миллионы зрителей, но и даже моя семья, мои дети, мои девочки сидят каждый вечер у большого экрана в зале и смотрят ее фильмы, такие как Хаирах, Холодное солнце, Коха и Харган, пропавший дневник про школьников, которые в сельской школе учатся и хулиганят их приключения. И дети пропитываются вот этой красотой, вот этой сочностью родной культуры, родного языка, и получают через это такую глубокую привязанность на всю жизнь. Я отдельно хотел бы поблагодарить Седагит Малему за всю ту энергетику, которую она вкладывает в каждый фильм, в которой просто брызжет каждое ее полотно. И я хотел бы еще небольшой анонс сделать. Оказывается, в скором времени, в ноябре, будет 30-летний юбилей газеты «Самур», которая издается уже 30 лет, три десятка лет она издается в Азербайджане, на лезгинском языке. И из этих 30 лет, 25 лет эту газету возглавляет Седагит Малем. Причем издавала она ее фактически своими усилиями, своими трудами, своими средствами, даже арендуя офис, я так понимаю, для редакции. До сих пор продолжается. До сих пор продолжается. Вы видите, какой это социальный подвиг хрупкой женщины, которая в огромной многонациональной стране, многомиллионной, где живут и азербайджанцы, и талыши, и лезгины, и аварцы, и рутульцы, и цахуры, и таты, и евреи, и русские, и татары, и много-много-много всяких народов, она в одиночку уже 25 лет тянет целое периодическое издание на родном языке. Поэтому я хотел бы обратиться к своим землякам со словами «Учитесь», как сказал мне, когда Энгельс про имама Шамиля, дорогие мои земляки, «Учитесь» у нашей заслуженной деятельницы, деятельницы родной культуры Седаги Керимовой, на что способен человек, искренне любящий свой народ, свою культуру, свой язык, свою историю, и желающий все это сохранить и передать последующим потомкам. Еще раз искренне вас благодарю, пусть Аллах Всевышний вас бережет, и я хотел бы напоследок попросить вас обратиться к нашим землякам, к нашим зрителям на родном языке с такой просьбой, рекомендацией, призывом хранить и развивать родной язык, родную культуру. Спасибо за добрые слова. Мне очень приятно услышать историю моей газеты. Действительно, это моя газета, это родная газета. Кровинка моя, судьба моя. 25 лет моей жизни связано с этой газетой. Я была довольно-таки молодая, энергичная, когда взяла руководство газетой. Я раньше работала в парламентской газете. В парламентской газете, да, была хорошая зарплата, должность хорошая. Но пришлось поменять эту работу на свою родную газету. Фактически на социальное служение родной культуре. И все знали, что эта газета уже не финансируется государством. Да, государством. Были проблемы, были долги, но несмотря ни на что, я решилась взяться за газету. И 25 лет, и теперь я вот эту цифру произношу с гордостью. Потому что это не просто 25 лет, это 25 лет нашей лизгинской истории, лизгинского языка, лизгинской культуры. Понимаете, вот за эти 25 лет столько материалов было издано. Столько хороших статей, столько людей нам писали. И как люди встречали нашу газету. Я сегодня горда тем, что она любима, наша газета. Ее читают не только в Азербайджане, и за пределами республики нашей. За границей читают. И благодаря нашему сайту, сейчас наших подписчиков свыше 30 тысяч. Ну, как и балладезу, ну, как и балладез, канецу дейсчезу. А, и живелетесь, жевелетесь, канецу дейсиа. Машала. И захгалас санал, чехи калямагали, чехи журналисты, чехи рекава, инсан, патриот инсан, музеяфер Маликамедов, каним в Одессе коллахэс. Машала. 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 а в 19-м году в 40-м году, который был наступлен в эти субботу, когда в докторе этого дочеряется субботу и потом встал до конца. Потому что это называется вот мысль. Почему мысль? Как мысль, как мысль? Мысль, что мысль, что мысль иисус не живет, был, был жив, великолепный, объединительный, таежный год, была этой местной гаммы, многие говорят, что там писали на замерзацию. На самом деле, мы говорили, что у них есть Мы об этом рассказывали, как мы писали. Мы говорили, что проходит в память. Что мы делаем? И что мы поделились с самыми женщинами? Мы говорили, что правил здесь? Сейчас мы поговорим, что делаем. Иншего о différentes여τηца, к миру вечера, мы говорим, что путешествие нашей республики. И это праздник, которая в том числе. В этом территории из древних жителей, Мы делаем жилкие народы, люди, милые и милые и милые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok